Главной новостью заседания стала перезагрузка областного правительства. Губернатор озвучил новые кадровые назначения. Глава региона сделала акцент на развитии индустриальной сферы и повышении качества жизни ульяновцев. Анну Тверскову назначили заместителем председателя правительства. Она будет курировать социальный блок. Министерство социального развития возглавит Дмитрий Батраков. Отвечать за цифровое развитие будет Олег Екфаров. Наталья Брюханова стала министром финансов, лишившись приставки ИО. Мы важнейший индустриальный регион. Неудивительно, что область постоянно принимает федеральных руководителей на своей территории. Мы достаточно серьезно нарастили темпы и качество реализации гособоронзаказа. Показываем хорошую динамику промпроизводства в целом. И нам необходимо наращивать темпы роста. Задействуя весь наш потенциал. Глава региона принял решение усилить организационную структуру промышленного блока. Важнейшей задачей станет развитие индустриальной сферы. Возглавит это направление человек, много лет отдавший служению региону, стоявший у истоков создания самого успешного областного института корпорации развития региона Сергей Николаевич Васин. В Ульяновской области заканчивается дорожно-строительный сезон. Завершаются ремонтные работы на автомобильных дорогах местного значения. В этом году у нас предусмотрено почти 700 объектов. Это порядка 300 километров мы отремонтируем. Значит, все работы уже близятся к завершению до конца текущего месяца, до 15 ноября. Все эти работы будут выполнены в соответствии со сроками, которые указаны в контрактах. В нашем регионе продолжается реализация социальных контрактов. Они помогают ульяновцам повысить свой доход. Получить социальный контракт могут люди, чей доход меньше прожиточного минимума. По итогам 9 месяцев план по заключению соцконтрактов в регионе выполнен на 64%. На этот год у нас по плану мы должны заключить 4000 социальных контрактов. На сегодня заключено 2600 социальных контрактов. Конечно, работу надо усиливать в этом направлении. Основные направления остались те же. Это поиск работы, это развитие индивидуального предпринимательства, на которое выделяется до 350 тысяч рублей, развитие личного подсобного хозяйства. На заседании обсудили ход отопительного сезона. Несколько ФАПов и домов культуры в Ульяновской области и один многоквартирный дом до сих пор без тепла. Ситуацию держат на контроле и должны исправить до конца недели. На днях сотрудники заволжской базы Дорремстроя записали коллективное видеообращение к власти с просьбой увеличить зарплаты и решить вопросы с дорожной техникой. Алексей Русских поручил главе города Александру Балдайкину решить вопрос, а также рассмотреть вопрос увольнения руководителя Дорремстроя, который допустил эту ситуацию. Также губернатору пожаловались родители учеников из волшских кварталов. Они обеспокоены тем, что в микрорайоне нет школьного автобуса. Алексей Русских поручил главе города проявить смекалку, трудолюбие и решить этот вопрос.